Ну что ж, сегодня одно из видео Просто пройтись по моей коллекции складных ножей При подготовке к другому видео На запрос Так что вот Мои складные ножики У меня их немного сравнительно Заодно я еще и Создам себе запись, что у меня есть А то по огнестрелу есть, а по ножам нету Не дело это, не дело Ну что, смотрим видео Ну что ж, начнем сверху Так, Смит Вассен МНП Модель С помощью для открывания Я ее больше не ношу, потому что Механизм уже немножко износился Или его надо просто почистить Так Следующая Гербер Какая-то модель Какая-то модель С кольцом Следующая Это у меня кто? Не знаю Кершо Какая-то модель Кершо Модель Вейпер То есть китайский Кершо Называется Пар Следующая Колстил Путешественник Путешественник Маленький такой ножичек С очень интересным замком Как обычно Колстил Следующая Тоже Колстил Открываю таким макаром Здесь просто подробнее показать Спартанец С таким же замком Почти того же размера Это спартанец еще первого поколения Ох Так Следующая Нож очень плохой фирмы МТЕК Ну Как говорится Его тоже надо показать Следующая Крыска Антаревская Крыса 2 по-моему Сделана на Тайване Модель 1 Нет Крыса 1 Следующая Я не знаю вообще Что это такое Фирма Фрост Как у меня этот нож Оказался Ни малейшее понятие Честно вам скажу У меня есть вот такие ножи Которые Я не знаю Как они у меня оказались Мой офисный ножик Кершо И здесь Соответственно Хоть и на китайский Но нормального качества И здесь Спидсейф Это вот как раз Механизм Для Быстрого открывания Следующее То что у меня Иногда в шортах висит На кармане Смит Вессон МНП Модель Какая понятия Не имею Тут наверняка Есть номер Модель 18С Очень хороший ножик Он у меня много лет И Много чего пережил И все еще работает Как ни странно Нож мне нравится Потому что на нем Два замка Я вообще предохранители люблю Следующий Герберовский Микро Ножик Тоже запатентованный С таким интересным Вариантом открывашки Так Как бы ему так положить Чтобы он был виден Но не мешался Следующее Один из вариантов Ножа для Машины Тоже Смит Вессон Здесь действительно нож Здесь Резать чего Пробивать и так далее Тяжелая Большая Штука С исключительно Стандартным Механизмом Бак В принципе Его можно открывать И по другому Одной рукой Простенький бак Сделан в США Купил из-за цвета рукоятки Пока я достаю только те ножи Которые Легко достать Керша В данном случае Уже американский Тоже с тем же Механизмом Как у меня Вот здесь вот лежит Он поменьше размером Модель 19-90 Сталь правда китайская Так что может быть Он все таки сделан в Китае Не написано что делал в США Следующий Очередной гербер Простенький Модель Здесь номер есть Кому интересно Честно Простейший нож Достаточно легко Его открывать Такая Вариация под пику С точки зрения Лезвия Так что у меня еще Сверху тут лежит Нож от SOG С таким Необычным Замком И предохранителем Один из первых По моему Ассистов То что называется Ассистентов Для того чтобы закрыть Требуется Пользоваться Вот этой вот вещи Это дополнительный замок Странный нож Я им практически не пользуюсь Честно вам скажу Слишком легко Открывается Сам по себе Следующая Смит Вессон Поменьше Extreme Ops CK5 TBS Простенький ножик С красивым лезвием Ничего особенного Один из моих Спайдерков Или нет Нет Это не спайдерков Это кто у нас Это Бак 186 Надо его почистить Все ножи Которые надо чистить Я наверное буду откладывать Как бы Рядом вместе Потому что Их надо будет Почистить Так Ну вот Один из моих Спайдерков Которые тоже Имеет смысл Почистить Потому что Я ему сейчас Открываю Много чего Вот у меня нож Долгое время Лежал в машине Но Хоть и не китайцы Кстати Это и китайские Спайдерков Но все равно Хорошо сделанный Текс Следующий у нас H&K Сделанный Не помню кем Помню это Бенчмейд Простенький Маленький Чисто металлический Ножик У меня он По принципу Если что-то С собой Брать можно Где Есть ограничения По длине Лезвия Такие места Тоже есть Ну вот Это первая часть Коллекции Остальные Буду доставать Понемножку Как Буду доставать Из коробок Все остальное У меня Коробка И я их буду Соответственно Открывать Смотрим Дальше 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 Продолжение следует...